Друзья, всем привет! Сегодня мы хотели бы показать вам краткую инструкцию по установке комплектов вспомогательной подвески на автомобиль КамАЗ 65115, что находится за моей спиной. Здесь у нас лежит комплектик, посмотрим, что в нем находится и плавно перейдем к установке. Кстати, QR-код, это инструкция по установке. Наводите камеру, у вас переводят по ссылочке, там полная инструкция, все читайте, смотрите и ставьте своими руками. Так, давайте. Бумажечка. 7 метров линий, 2 метра гафыры и стяжки. Самое главное, это подушки, 250-е. Каждая из них готова поднять 2 тонны при давлении в 8 атмосфер. Кронштейны на раму. Левый и правый кронштейн, которые устанавливаются на раму и ставятся в штатные отверстия, притягиваются гаечки, а здесь у нас ставится подушка. Два нижних кронштейна, которые ставятся на пакет-ресорт, также левый и правый, и крепятся здесь они под стремные болты, а тут же обтягивается пакет-ресорт, что не дает кронштейну слететь. Ну и, конечно же, комплект крепежа. Все фитинги, все болты соединения, которые нужны будут для установки. Сейчас покажу вам. Здесь также герметик, который нужен для соединения именно фитингов. Все болтики, не пиля. Для удобства монтажа всегда рекомендуем откидывать кабину, потому что так работать будет намного проще. Кстати, здесь наглядно видно, почему клиент приехал к нам на установку комплекта вспомогательной к ним подвески. Его штатная подвеска постоянно уходит в пробой. Это видно по свежему следу на рессорах от отбойника. Ну что ж, первым делом нужно открутить штатный отбойник и перенести его ближе к амортизатору, ровно над балкой. Ну что, отбойник мы перенесли, теперь пора приступать к сборке кронштейнов. Первым делом нужно закрутить фитинг и не забывайте про использование герметика. Далее нужно наживить верхний кронштейн при помощи двух болтов и нижний кронштейн также при помощи двух болтов. Далее нужно закрутить фитинг и при помощи двух болтов и нижний кронштейн. Далее нужно закрутить фитинг и при помощи двух болтов. Далее нужно закрутить фитинг и при помощи двух болтов. Верхний кронштейн притягивается к раме за счет потайных болтов и гайк, а нижний кронштейн садится на пакет ресор, цепляется за стремные болты и притягивается обхват. Ну что, установка комплекта пневмоподвески подошла к концу, а также мы поставили одноконтурную систему управления для возможности регулировки давления пневмоэлемента. Манометр мы разместили под торпедой слева от рулевого вала, чтобы он ничему не мешал и органично смотрелся. Ну а теперь давайте посмотрим, насколько нам удалось поднять данный автомобиль. Сейчас поставили линейку и у нас получается, ну возьмем нижнюю точку ступеньки, 79 сантиметров. Она сейчас поднята на максимум, там практически 8 атмосфер. Данька, давай опускай. Уже 4. Сколько давления? Ну плюс, если он еще проедется, она еще подсядет там на пару сантиметров, на сантиметров точно. Ну вот уже 5, 5 сантиметров. Ну что, нам удалось компенсировать порядка 5 сантиметров. Я думаю, что если машина проедется, она еще чуть-чуть просядет. Ну, в принципе, это неплохой результат. Рессоры были просевшие, отбойники ударили рессоры, теперь этого не будет. На этом установка подошла к концу. Надеюсь, все было информативно, всем все понравилось. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok